На улице холодно и сыро, а здесь в теплице вовсю цветут цветы. Вскоре вот эти бегонии, как и другие растения, ожидающие своего часа, окажутся на улицах нашего города. Десять теплиц, в которых именно сейчас происходит невидимая горожанам кропотливая работа, которая спустя месяц-полтора и станет основой прекрасного. Бегонии, остромерии, тюльпаны, розы – все это не появляется из ниоткуда. Над тысячами саженцев и ростков трудится команда из десяти человек здесь, в селе Высокое. Сначала мы сеем в ящики семена. Семена посеяли, потом они всходят до определенного возраста, и потом мы ее начинаем пикировать в кассеты. Пикируем, чтобы был корешок у нас очень хороший. Делаем вот так дуночку и вот так прижимаем в кассету. Бархотки – растение неприхотливое, устойчивое к погодным условиям, не требующее дополнительного ухода. Цветут практически все лето до поздней осени, и даже в первые заморозки все еще можно видеть их нежные огненные головки вдоль дорожек и тротуаров. История их начинается вот с таких маленьких саженцев. Городские клумбы высаживают уже цветущими. Это будет расти, поливаться, а потом уже со временем, когда нужно будет городу, город приедет с машинами, мы погружаем, и они уже там высаживают, уже готовые, уже с цветами, как положено. Готовь сани летом, а проекты городских клумб зимой. Ландшафтные дизайнеры потрудились и сейчас уже знают, как будут выглядеть главные улицы города. Город будет новый, несмотря на то, что мы в этом году используем традиционные цветы для нашего города, для нашего региона. Будет посажено 27 видов цветов. Среди них будут дополнительно закуплены розы. Ежегодно мы закупаем по тысяче штук. Плюс впервые будут закуплены канны, жимолость вьющиеся, хоста и другие растения. Очень понравились горожанам розарии, поэтому розы будут радовать своим пьянящим ароматом и этим летом. В районе площади Ленина и в верхнем и нижнем городских парках. Всего по задумке ландшафтников Рязань расцветет почти четырьмя сотнями соцветий.